здравствуйте мы продолжаем разбираться со сплайнами и на этом уроке мы построим сплайн и попытаемся немного его редактировать для этого перейдем полный крайный вид допустим это будет фронтальный создать шейпс форма и линия видим что у нас тип вершин корнер то есть у нас должен получиться ломаный сплайн вот такой ломаный сплайн мы и построим произвольный замыкать не будем правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и команду конвертировать в редактированный сплайн и выходим на уровень редактирования точек вертексов и видим данном случае эти точки сейчас попробуем поработать с точками то есть выделяем точку правой кнопкой мыши контекстное меню у нас тип вершины корнера то есть угловой ну таким образом и оставим его следующую превратим в безе и видим что сразу у нас появилась такая касательная при помощи которой можно редактировать сплайн но она сейчас недоступна до тех пор пока мы не выберем одну вот из этих команд вот выберем выделить и переместить и у нас становится доступная но вот сейчас я не могу редактировать это как раз вот одна из причин которую нужно немножко разобрать у нас выделена ось y то есть и нам доступно редактирование только по вертикали если щелкнем на оси x нам будет доступно редактирование только по горизонтали верхний снег если мы задействуем обе оси вот на этом квадратике то нам доступно редактирование во всех направлениях выделим следующий так и придадим ему безе корнер и видим что у нас место касательные получились два таких маркера плеча то есть чем отличается безе корнер то что можно по сравнению с просто с безе редактировать каждое плечо самостоятельно отдельно так следующее выделим и назначим смотч то есть сглаженный так промахнулись смотч но здесь никаких маркеров нету а выделение у нас даже птичка какая-то появилась у нас еще остались вот начальные и конечные точки их можно тоже точно так же редактировать можно назначить вот безе корнер и получаем вот этот маркер при помощи которого можно редактировать здесь даже тоже можно назначить также безе точно так же появляется половинка этой касательной который можно редактировать ну вот таким вот образом назначается типа вершин но если дальше чуть-чуть продвинуться и попробовать редактировать ну данном случае у нас разомкнутый сплайн а нам нужно его сделать замкнутым то есть мы можем просто потащить соединить можем даже не трогать выделим обе точки замкнуть так мы вызываем команду фузы и соединяются точки но это еще не означает что наш сплайн замкнутый если мы возьмем одну из точек передвинем и получается что в данном случае у нас она разомкнута просто точки сошлись вместе а для того чтобы замкнуть и превратить это в единую точку но даже специального так чуть подальше от видео нам нужно сделать выделить обе эти точки есть команда вельт сплавить но если вот сейчас мы нажмем то ничего не произойдет для этого нужно вот именно установить порог вот на каком расстоянии все выделенные точки сольются в одну точку вот допустим поставили большой порог 22 сантиметра и нажимаем вельт и у нас соединились точки если мы выделили третью установили большой порог то все три точки сошлись бы вот таким то образом назначим допустим здесь ну пусть будет безе конор у нас вот даже получилась какая-то птичка но на этом решите закончить до следующих занятий